В этот раз загружены, а то в тот раз обманул, говорит, мы, говорит, загружены, говорит, а нифига не был загружены. Едем на Алаколь, едем в ВКО, в общем, смотрите, будет интересно. Я взял с собой все свои ништяки, которые только у меня есть. Полная машина, полный прицеп. Прицеп просел сильнее даже, чем когда с квадроциклом езжу. Вот так, едем тремя машинами, третьей машины нету. Погонят по дороге. Здрасте. Как дела? Пойдет, да? Вы куда? А мы на это так обжигаем. Мы Алаколь и ВКО дальше. По всем точкам. Вот, узнали нас. В общем, эти люди сказали, что мы пунктуальны, а сами на полчаса все опоздали. Мы два раза вернулись домой. Телефон забыли первый раз. А второй раз мы забыли новые кроссовки для гор, которые... Все, сейчас подъедет Расул еще. Вернее, не подъедет, он нас уже догонит по дороге. Мы выезжаем. О, еще? Здрасте. Как дела? Вы куда? Здрасте. Как звать? На Тимирлик. На Тимирлик? Да. Ладно, удачи вам. Никуда. Мы ВКО. У меня для вас есть новые гаджеты, которые для кемпинга именно. Мы трогаемся. Расул только по восточке едет. Я всегда говорю, что никто не приезжает вовремя, поэтому мы всегда едем и по дороге друг друга потом. Собираем и догоним. В общем, у меня новая солнечная панель, которую мы будем испытывать. Еще у нас есть еще кое-какие гаджеты, потом все покажу вам. Все, давайте в дорогу. Наконец-то мы выехали. Мы собирали деньги на это путешествие. Никуда не ездили. Сейчас деньги тяжело очень заработать. И вот выехали, едем. Счастливый, радостный. Мама наша уже, правда, уснула. Собирались целый день почти. И до двух часов ночи я еще собирался. А она вообще там на один часик буквально прилегла. Уже почти доехали до перевала. Вот Копчега и все проехали. Дарк Орлов. Едем дальше. Сейчас тяжело стало путешествовать, но мы верим. В лучшее. И поэтому едем в это классное путешествие. Будет много серий. Разные локации будут. Постараюсь всю красоту природы заснять. В эти края мы едем в первый раз. Думаю, все получится у нас. Спускаемся уже в Талдыкургану. Подъезжаем почти. Тут зелень такая прям классная. Дорогу до сих пор не достроили. Как мы ездили тут три года назад, так все и ничего не изменилось. Только ту полосу сделали, но по ней никто не едет. Везде гаишники по всей дороге ездят. Знаки вот 40, 50, 60. Разные, в общем, знаки. И не знаю, до сколько километров так будет продолжаться. Остановились вот на такой речке. Будем дожидаться третью нашу машину. Третья машина нас догнала. Уже с тремя машинами едем. Попали в мощный ливень. Но на камеру не видно. Прям сильный-сильный. Подъехали к одному из чудес света. Во. Сейчас я вам покажу это чудо света. С дороги увидел. Думаю, надо заехать посмотреть. Такой интересный. Смотрите, он как пиксельный такой. Прикольный, прикольный. Пацаны вот подъезжают сейчас. А мы уже посмотрели. Они немного отстают. Сейчас тоже удивятся, наверное. Но Серега вроде здесь был. Вот он едет. Он проскочил. Интересное место. Все, едем дальше. До поселка Кабанбай. И здесь заправка. Заправляемся в сторону Алаколя. Там ночуем и дальше ем, если плохая погода. В общем, погода у нас вообще плохая. Погода вообще плохая. Это мы на заправке до сих пор тут стоим. Пока заправлялись. А по какому месту поедем туда? Где пески или вот куда-то жрали? Сейчас порешаем. Сейчас видео записываю. Получается, едем в сторону Алаколя. Но не через горы, а по основной трассе. И там уже будем думать, либо останавливаемся, заночуем. Потому что погоду посмотрели. Вчера была хорошая погода на 2-3 дня. А сегодня у нас уже показывает, что уже плохая погода. Так что едем дальше в те края. 90 километров у нас осталось до места. Все поменялось. Планы меняем, потому что погоду нам тоже изменили. Синоптики. Так, мы, получается, едем в Тучерал. Уже проехали. Уже полксад от Тучерала едем. Погода у нас. Вот такие тучи. Здесь вроде солнышко просвечивается. Уже выходит. А вот в сторону Алаколя совсем там все плохо. Так, мы свернули с трассы и, получается, едем на озеро. Вот сюда мы едем. Вот так вот. На пляж. Ну, я по карте посмотрел, по спутнику. Вроде пляж. Нам надо переночевать будет, потому что на завтра тоже дождь и тучи. Там вдоль гор они идут, походу. А вот здесь такая хорошая погода. 8 километров. И вроде бы мы приехали на это озеро. Где Зумуль? Как делать? А где она? А, вот. Вот стоит, смотрите. Мам побежал. Все, за дерево спрятался. Сейчас на дорогу выбежит. Да дай-ка теперь птичек сниму. А, вот он на дороге, смотрите. Давай на всю. Прикольный. Пошел. Чем-то олень. Блин, сына, я не знаю, кто это. Напишите, кто знает, кто это. А вот здесь, смотрите, вот это что за птицы такие. Сейчас я увижу их. Он на нас. Вот они. Да, да, да. У мамы тут мега-зум, поэтому мы можем заснять. Что это вот за птица такая? Их две штуки, а вторую не вижу. В общем, вот здесь такой зверь у нас. Вот он стоит. Где? А здесь вот он, этот зверь стоит. О, пошел. Давай на что-то. Ну и так, вот подъезжаем к водоему. Ох, орел какой взлетел. Сейчас посмотрим. О, там какие-то таблички. Большой водоем, а там вон деревья есть. Тут даже если налево поехать, много деревьев есть. О, вдалеке. Вон там прям много деревьев. А здесь домик какой-то брошенный. И дороги, получается, расходятся. Вот подъехали к местным жителям. Вы тут живете, да? Ну да, осторожим здесь. Мы здесь вообще работаем. Что это такое за объект? Ну это Джарсулат называется. Сисыкурь. Береговая кромка озера Сисыкурь. Вода чистая? Да. Купаться можно? И рыба есть. Ну все, мы туда встанем, куда и хотим, в деревья. И вы нам хотите дать рыбку сейчас нахе, да? Да, покушайте. Ну давайте. Вот так вот люди, видите, добрые попались. Сейчас нам рыбу дадут, сказали. Так, а пацаны, вон там в деревьях, вот там тучи. Смотрите, какие летят. На хищника, на сазана. Что вообще сделать? На что, говорит, затачиваться? О, холодильник стоит. Ничего себе. Миша, подержи вот так свет, чтобы был. Вот так, открой вот эту. Кверху, да. О, дайте одну судака и все. Хотя карась вкуснее, да, будет. Ничего себе, судак, сколько килограмм он? Скорося, делаю джихе? Обязательно. Все, сейчас мы его распотрошим. Все, спасибо. Как вас зовут-то? Меня Вадим зовут. Вот Вадим. Вадиму большое спасибо. Вот такие добрые люди, видите, у нас. Тут, блин, прям много. Спасибо большое. От души. От души. Все, вам удачи. А мы поехали туда. Нам надо разложиться до вот этого ветра, пока ураган не начался. Ну, вы смотрите, ну, в любом случае ветер сильный. Потому что мы тоже все попривязываем. Ветер сильный, говорит. Вадим, большое тебе спасибо. Класс, погнали мы к своим. На пляже стою, по кустам проехал. Сейчас за мной проедете на пляж и туда выйдем. Там пятак есть чистый. Офигенный, прям на пляже. Все, я вот здесь стою. Серегу жду, где он? Нет, ты мимо Сереги прям заехал или как? Да, от Сереги 20 метров стою, на пляже прям. В общем, вот. Иди к своей машине, Серега. Иду я, просто вдоль пляжа ушел. Смотрю места. Вот. Может быть, прошел, посмотрел здесь, где чего. Заедем туда. Да я уже нашел место, куда нам вставать. Серега говорит, проезд есть там. Все, тогда туда едем. У нас еще один. Расул зовут. Передавай всем привет. Всем подписчикам Антона большой-большой привет. В общем, мы вот ехали. У нас сейчас 600, да, на спидометре? Да, где-то там. Все, и вот такой пляж нашли, классный, смотрите. И сейчас мы здесь вот. Я прям вижу, как мы тут на песочке. Озеро Соспколь называется. Да? Это по спутнику. Да, да. Это получается, это севернее от Алаколя. Первое озеро, как вот, если по карте смотреть. Теперь получается, смотрите, пляж, вот он, песочный. И вода теплая. Вот здесь встаем, здесь шатер где-нибудь поставим сейчас. И все, давайте располагаться. Так, первый заезжает. Первый пошел. Сейчас посмотрим. Ну, рыхлый, рыхлый. И такой, знаете, черный, интересный, конечно, необычный песок. Алакольский, скорее всего. Проезжает. И все, и застрял. Это едет нормально. Гарит вот такой ливень прям. А мы загоняем машины. Прям сильный ливень пошел. Давай туда, все. Вот такая вот 200-ка, смотрите, модная. Давай, 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 давай. Подожди, я проеду. Стой. Все, а теперь спускать надо. Все, ну, главное, 200-ка пройдет, давай. Думаешь, пройдет? Пройдет, пройдет. Вон же там останавливается. Все, до куста мордой прям вставай. Так, колеса стравил. О, колесо вообще повисло. Все, видели, да? Машина полностью застряла. И колеса сдул, и выехала. Давай, 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 давай. Все, здесь, короче, вот он поставит, чтобы колеса не спускать. Вот такая двойная радуга, второй слой, вот он идет. Красота, да, сына? Смотри, какая она огромная. Такой дождик классный. Да, две их, вот видно, вторая. Во. Это под цвет природы. Стоит копейки? На три месяца в Каске берете просрочку, и все. Вообще не тратить не нужно. Это переходники, чтобы одевать на канистру. И такой зелененький, золотой, видите? Гламурный, короче, теперь у нас насосик такой. Вот в такой коробке. В общем, специально взяли другого цвета, чтобы ощутить новизну. Дети вот так вот играют с лопатками, а Серега разделывает рыбу. И у нас есть карася еще ни разу, да, не было? Не знаю, я не ел. Ну, наверное, то же самое, что и сазуна. Сазуна нормально, он мелкий. Нет, знаешь, с карасян, наверное, вкуснее было. Предложил пожарить. И что сделал? На дохе сделать. В общем, все. У нас закат. Поставили шатер, но, по-моему, он не нужен. Ну, не знаю, может быть, комары на нас нападут, и мы будем в шатре сидеть. Вот так у нас самовар. Во. Все. Шашлык пожарили. Теперь самоварчик, чай и спать. Завтра поедем дальше, да? Если будет у нас погода хорошая, то поедем на Алаколь. Ну, это озеро к нему примыкает, к той стороне, получается, как бы и дальше Алаколь уже идет. Проснулись, а здесь рыбаки стоят. Раз, два, там третья лодка четвертого плыла, они как-то не вот тянут, Серега говорит. Глаза еще не открыл, но ночью, всю ночь нас кусали комары. Комары мелкие и кусучие, и вот все чешется в шишках, короче, от этих комаров. И скусали нас, прям вообще нереально. Мы в машине били-били их всю ночь. Они вот где-то вылазят, залазят, но хотя они залазить нигде не могли, просто налетели в машину, и мы их еле-еле выбили, короче. Всю ночь машина с кондиционером работала. Заводил с пульта. Потому что окна не откроешь, и сетки не вставили, а выходить нельзя, опять куча налетит. В общем, промучились всю ночь, прям реально промучились. Завтракаем и выезжаем. Вот Серега рыбу готовит, и вот хе вчерашняя. Еще не кушали. Хе на озере, это вообще супер. Вкусненько, я уже попробовал. Шатер убрали. В общем, складываемся и выезжаем. Сейчас 11 часов. Думаю, в 12 выйдем. Сейчас мы вам покажем наш новый гаджет. Есть вот такой новый маленький гаджет, который я давно хотела приобрести для нашей машины, для наших поездок. Потому что когда едем на песок, мусор все равно летит, и вот это вот все руками потом счищаешь, счищаешь, очень неудобно. А сейчас у нас есть мини-пылесос, который может поместиться в бардачок. Собирает, да? Собирает. Ну, не скажу я, что, конечно, это не домашний пылесос, но, тем не менее, для поездок... Не скажу, конечно, что это как домашний пылесос, но, тем не менее, для поездок компактный. И мусор можно собрать, песок, вот это вот все, как я и хотела. Серега не успел дособираться, но, не знаю, подлетает нереальный фронт к нам, вот такой мощный. Льет ливень, нам нужно выехать. У меня колеса спущены еще. Сели в машину, и ливень, кажется, Серега не успел собрать, пока они там кофе попили, короче. В общем, вот, как раз этих 15 минут и хватило на улице. Короче, полный капец. Нам надо выехать и надуть колеса. Сейчас, кончится. Я пока колеса качать пойду. На нас, смотри, прям летят. Такой контраст мощный. И это все у нас полетело в сторону Алла-Коля, куда мы сейчас едем. Возвращаемся в Учурал и едем в сторону Коктумы. Сейчас у нас пробег 612 километров. Уже едем вдоль гор. Дорога просто идеальнейшая. Это, наверное, самое лучшее из всей, по которой мы ехали. Это вот эта дорога. Она прям просто супер. Субтитры сделал DimaTorzok. Это вот эта дорога. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»